Да, местная, которая здесь кучу лет прожила, нас, короче, привезла и заблудилась. Вот, не знаю даже, что теперь делать, где мы, в какой мы стороне, но люди все добрые. Говори, говори, что все, ты нашла нас? Мы пришли? Нет. На игрушечный рынок? Нет, на обувной. А зачем нам на обувной? Ну, мы сейчас зайдем на обувной и пойдем на игрушечную. А у тебя на обувной? Ну, потому что мимо, если ты хочешь пролететь. А, нет. Вот они они, русские, кореи. Вика завела нас в корейский гардер. Здесь рассадник преступности, насилие и старых женщин. Если это такая же подстава, как в прошлый раз, то я уже просто боюсь их покупать. Уважаемые телезрители, мы просим прощения за долгий перерыв. Нам было просто лень снимать. Сейчас мы пожрали в какой-то тошниловке под названием китайский ресторан. Но Олег, у нас знаток китайского ресторана. И хочешь сказать, Олег, как было там вкусно? Было отвратительно вкусно, но мы съели все. Съели все, потому что со вчерашнего, кстати, да, мы еще просим прощения, что мы не вели репортаж со шведского стола, потому что это было что-то. Мы назад шли с полными животами. Сушим, репродукты, все съели. Ты реально думаешь, там что-нибудь слышно? Да, там все слышно. Так, все? Все, все. Слышно? Все слышно. Так как пиздовать до башни далеко, волчара таксист бросил нас в трех километрах от этой башни. В общем, мальчик нам сказал двигаться вверх, не жалеть своих ног. В общем, да, три человека показали в разные стороны, и мы продолжаем. Это Корея. Мы заблудились прямо на дороге, и я заплевывал объектив с менями. Парни, ну не так-то и далеко идти на самом деле. Это только кажется. Вот такими нехитрыми вопросами из курса четвертого класса советской школы Мы попытаемся добраться до Сеульской башни. Я, в принципе, ее вижу. Дорогие друзья, тут очень все продумано для тех, кто любит ходить пешком. Покрытие буквально вот мягкое, не знаешь, чего сделано. Специально вот так, чтобы можно было приятно ходить. Вот я иду, как будто любимую женщину, обнимая. Да, очень приятно. Как будто любимый мужчина, да, обня? Очень приятно бегать. Прям хочется мне останавливаться и постоянно бежать. Ну, запад, да, почему? Все на поле открылось. Вот и самые автобусы, друзья, которые должны были везти нас наверх. В итоге мы пешком, идем в мешок. За моей спиной река, небоскребы. Надеюсь, вам интересно, дорогие мои телезрители. Каких-то... 20-20 километров. Каких-то дар? 1,5 километра. И вот она наша башня к счастью. Прозвучит эта популярная в России песня «Я куплю тебе дом». Лен, чего делись? Че это? Ария, а ты на Арию. Давай, толстый! Какие тысячи? О, караканы, я не знаю, именно везде. Ария, 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 ария! Не гиди без меня! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы продолжаем свой путь на большую Сиульскую башню. Мы преодолели уже почти 500 метров? Нет, почти все. Но остался один ревок. Самая тяжелая позади. Дорогого стоила нам эта Сиульская башня, но мы... Трех килограммов жира. Дорогого. И еще на самом деле Олег хочет... Отложить на память личинку на самой высокой точке Сеула. Это я. До встречи, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не все могут справиться с путем. Слева от нас это те, кто уже, видимо, сегодня не дойдет. Не дойдет, они остаются здесь на ночевку, раскладывают палатку. Ищут горячее питание. Дорогие друзья, если вы хотите им помочь, отправляйте, пожалуйста, смс со словом ДОБРО на номер 8924-282-3211. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Кстати, вот, автобусы, которые останавливаются, друзья, мы уже рядом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но, как известно, только слабаки ищут легкие руки. А русские не сдаются. Ведь ты человек, ты сильный и смелый, должен судьбу свою сам-то и сделать. Иди против ветра на месте, не стой. Пойми, не бывает, дороги простой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дорогие друзья, Занимайтесь в зале КУДО, и ваша функциональная выносливость будет всегда на высоте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замочек любви Здесь дарят на свадьбе, и не только. Замочек любви Его приклепляют даже на крышку телефона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И так, дорогие друзья, Вы только что осуществили свою мечту. Мы побывали на Сеул Тауэр. Из-за того, что мы не знаем корейский язык, нам пришлось подниматься пешком. Вся наша мечта даже была в том, чтобы вернуться назад на автобус. Но так случилось, что люди, заходя в автобус, прикладывали какие-то карточки терминалом. Олег, наш предводитель и главарь, лучший знаток английского языка, сказал, друзья. Сейчас я узнаю, как вы поехали. Я сказал, ребята, не волнуйтесь, мы доберемся домой. Потом я сказал сакраментальную фразу. Геликоптер нихт по пистофали пешком. И по пистофали пешком вниз. И мы пошли пешком. Короче, «Рэмбо-3», «Третья кровь», «Продолжение» или «Рокки», хер его знает что. Ну, собственно, отсюда мы видим наш «Ночной Сеул». Субтитры создавал DimaTorzok